Вы определились с утеплителем для вашего дома, выбрав прочный влагостойкий экструзионный пенополистирол или традиционный пенопласт. Отлично! Следующим шагом вам нужно правильно прикрепить плиты, чтобы в вашем доме было комфортно в любую погоду. Самое удобное, быстрое и доступное решение для профессионалов – использовать клей-пену для пенополистирола. С помощью клей-пены Технониколь можно крепить плиты из экструзионного и вспененного пенополистирола к основанию из бетона, цементных штукатурок и других минеральных оснований, к дереву, древесно-стружечным и ОСБ-плитам, а также к слою гидроизоляции. Клей-пена Технониколь для пенополистирола незаменима при устройстве теплоизоляции внешних и внутренних стен здания, крыш, подвалов, фундаментов, полов как в новых, так и реконструируемых зданиях. С ее помощью можно фиксировать плиты к вертикальным поверхностям, можно заделывать швы между теплоизоляционными плитами или приклеивать плиты XPS и EPS к различным материалам. Чем же еще удобна клей-пена Технониколь для пенополистирола? Ну, во-первых, она имеет повышенную адгезию. Рецептура специально разработана для лучшего сцепления с бетоном, цементными составами, а также деревом, древесно-стружечными и ОСБ-плитами, мозаичной облицовкой и даже с битумными материалами. Во-вторых, она не расширяется со временем. Опытные мастера знают, насколько это важно для ровного крепления плит. Пена с высоким вторичным расширением приведет к тому, что плиты разъедутся и поверхность пойдет волнами. Кроме того, клей-пена Технониколь экономична в применении. На 10-12 квадратных метров нужно всего один баллон емкостью 750 мл. Ей не страшны плесень и влажность. Важный момент – это низкая теплопроводность. У вас не будет мостиков холода даже в местах стыков плит. И, наконец, это готовый для применения продукт. Не нужно мешать сложные растворы, готовить смеси. Купи и используй. Вот почему настоящие мастера рекомендуют клей-пену Технониколь для крепления плит экструзионного пенополистирола и пенопласта. Рассмотрим подробную технологию монтажа с помощью клей-пены Технониколь для пенополистирола. Перед началом монтажа необходимо энергично встряхнуть баллон с клей-пеной порядка 20 раз. Затем нужно снять защитный колпачок с клапана и аккуратно совместить клапан баллона с посадочным мостом монтажного пистолета. Если вы утепляете фасад или стены внутри помещения под отделку штукатуркой, последующей приклейкой обоев или покраской, производители рекомендуют применять специальные плиты XPS Технониколь Карбон Экофас с фрезерованной поверхностью и улучшенной адгезией. Если же вы планируете монтировать пластиковые панели поверх теплоизоляции, то вам подойдут обычные гладкие плиты, которые нужно отфрезеровать с одной стороны для лучшего сцепления с вертикальной поверхностью. Перед началом монтажа плит из полистирола или XPS на поверхность стены в нижней ее части следует укрепить стартовый фиксирующий профиль, на который будет опираться первый ряд плит. Приклеивание плит XPS должно начинаться от угла здания и от проемов и сходиться на сплошной стене. Перед приклеиванием плит необходимо произвести соответствующие замеры и подрезать плиты теплоизоляции в размер. Клей-пена Технониколь для пенополистирола наносится монтажным пистолетом в положении баллоном вверх, сохраняя расстояние между пистолетом и плитой для правильного нанесения клея. Нанесите ее по периметру с отступом примерно 2 см от края плиты, полосами шириной около 3 см и одной полосой через центр плиты на равном расстоянии от ее длинных сторон. После нанесения клей-пены Технониколь следует подождать 5-10 минут и только потом приклеивать плиту. На заранее укрепленный стартовый профиль приложите плиту с клей-пеной Технониколь для пенополистирола к стене и слегка надавите. Зафиксируйте плиту до момента схватывания клея. Ровность поверхности проверяется при помощи специального строительного уровня. Для выравнивания утепляемой плоскости проведите точечную инъекцию клея. Для предотвращения образования мостиков холода крупные зазоры между плитами заполните клей-пеной Технониколь для пенополистирола. Для надежного крепления плит XPS зафиксируйте теплоизоляционные плиты к основанию, что возможно только после отверждения клея. Вид и количество крепежа зависит от типа стены и от высоты утепляемого здания, но как правило количество крепежей составляет не менее 5 штук на плиту. В угловых зонах это количество может доходить до 6-8 штук на плиту. Кстати, при утеплении подземных частей фундаментов вам не нужна механическая фиксация, которая может повредить целостность гидроизоляционного слоя. В этом случае достаточно крепления клей-пеной Технониколь, которая позволит надежно зафиксировать плиту на поверхности до проведения обратной засыпки грунта. Если у вас образовались излишки пены, после высыхания срежьте их ножом и зашлифуйте теркой. Сразу после завершения монтажных работ свежие остатки клея с пистолета удалите при помощи очистителя пены или другого растворителя, например ацетона. Засохшие остатки клея удаляются механически.